Интегрированная электронная медицинская карта и личный кабинет пациента. Опыт Санкт-Петербурга. Спасибо, Валерий Анатольевич. Еще раз приветствую коллеги вас. И вот некоторые навеяли мысли мне, доклад Бориса Валентиновича. Ну, во-первых, очень интересно, конечно. И вот историю, мы эту историю видели вроде, но когда вы ее привели вот так на одном слайде, она впечатляет. Вот. Закон не просто дается, но это позволяет быть уверенным в том, что когда-то это произойдет. Вот. И у меня был такой случай, когда у нас еще не было в Российской Федерации рецептов льготных со штрих-кодом. Было такое время, сейчас его трудно вспомнить, но было. И тогда тоже почему-то в Минздраве самые серьезные заместители министра говорили, что это невозможно, это запрещено. Каким образом это запрещено? Да просто вот это не разрешено, говорили они. Нигде не написано, что это возможно. Рецепт занят, все место занято. Мы нашли свободное место, показали, ну, пришлось показывать, правда, представителю правительства. Вот. И сразу все пошло. Вот. Сразу был утвержден штрих-код на рецепте. И сейчас мы к этому привыкли. Поэтому здесь нужен толчок, наверное, да, и все пойдет. К сожалению, вот иногда приходится до такого уровня доходить. Итак, коллеги, я хотел рассказать про интегрированную электронную карту. И с акцентом, конечно, в то, что получит пациент от этого. И как у нас сейчас с этим обстоят дела в Петербурге, какие существуют здесь уже запущенные процессы электронного обмена. Ну и первое, что я хотел бы сказать, вот тоже Борис Валентинович тут вначале обмолвился и попал прямо в точку вот этим словом. Слово «революция». Вспомните, где вы сейчас находитесь. Вы находитесь в городе революцией многих. Вот «Аврора» у нас. Это не заготовка. «Аврору» у нас мы выбрали в этом году. Мы каждый год выбираем для итоговой коллегии комитета по здравоохранению, который собирает весь актив здравоохранения. Какой-то символ Петербурга. Это был когда-то Казанский собор, Исаакиевский собор. А в этом году мы подумали, 2017 год, надо нарисовать «Аврору». Ну, собственно, видите, это отражает, отражает, что происходит. Это не значит, что мы этому, так сказать, виновники, да? Я надеюсь, вы так не подумали. Вот. Но вот отражает. И поэтому я как раз в своем докладе «Аврору» горячо приветствую. Это совершенно правильный символ. Так, вот. Говоря об цифровизации здравоохранения, конечно, мы бросим взгляд на, собственно, откуда это все прошло, от проблем. Мы уже привыкли, что надо делать электронную карту, интегрированную электронную карту. Но когда мы готовили сейчас проект электронного здравоохранения для утверждения на уровне губернатора, пришлось вот от АЗОВ, а все-таки от чего мы отталкиваемся, от каких проблем здравоохранения, вот они здесь перечислены. Ну, я скажу только про парочку. Врачи получают задержку или вовсе не получают медицинские документы, из других организаций теряются документы. Ну, мы знаем. С этим ничего не поделаешь. Объем информации огромный. И бумажный документоборот, в частности, вот к нам в МИАЦ, записи, которые надо внести в популяционный аэрокорегистр, приходят, бывают, через полтора года после того, как оказана медицинская помощь. Ну, и на сегодня, ладно, там пять лет назад, то, что пациент ходит с бумагами, пять лет назад никого не удивляло. Но сегодня, когда цифровые технологии уже настолько развиты, когда у нас масса цифровых сервисов используется, когда банки, банковские приложения настолько удобны, что мы даже о них не думаем, а просто нажимаем кнопочку, и все, что нам надо, делаем, вот, это уже не соответствует текущим реалиям, требованиям времени. Поэтому пациенту вот сейчас пока требуется хранить, носить с собой, представлять врачам медицинские документы. Это просто атовизм, атовизм, давайте это поймем. И, собственно, две темы, которые как раз спасут, это переход на электронную медицинскую карту полностью, полный переход, развитие электронных сервисов для граждан. Ну, здесь также мы говорили про другие проблемы, про другие решения, которые требуются. Ну, вот я про эти два хотел сказать. Ну, и вот я сказал, что мы готовили проект электронного здравоохранения, проект электронного здравоохранения в Петербурге принят как приоритетный проект, я бы даже сказал, приоритетный проект номер один, это сейчас в Петербурге, из перечня приоритетных проектов, утвержденных губернатором. Ну, вот создана определенная организационная структура, руководителем проекта является, как уже Валерий Михайлович говорил, вице-губернатор Анна Владимировна Митянина, и коллегиальный орган, который контролирует результаты, это при губернаторе Петербурга, Георгий Сергеевич Полтавченко. Ну, и созданы проектные комитеты, группы по вот пяти направлениям, которые вы видите. В рамках этого проекта мы внедряем сервисную модель развития информационных ресурсов здравоохранения. Было выделено пять направлений. На всех подробно, естественно, не буду останавливаться, но вот выделены здесь сервисы для пациентов, сервисы для медицинских работников. Именно все эти сервисы базируются на внедрении электронной медицинской карты, собственно, о чем и пойдет у нас дальше речь. Мы реализуем все эти требования электронного здравоохранения и вообще, вот как Валерий Михайлович вступительном слове говорил, об уровне развития систем информационных в Петербурге. Вот реализуем как-то вот в такой функциональной структуре наших региональных информационных систем в сфере здравоохранения. Мелковато, вы видите, внизу уровень медицинской организации. У нас медицинские организации самостоятельно внедряют свои локальные медицинские информационные системы. И путем интеграции через интеграционную шину они взаимодействуют с региональными информационными системами, основой которых является интегрированная электронная медицинская карта, нозологические регистры, другие информационные ресурсы. И вокруг этой основы вот крутятся все функциональные блоги, которые вы видите, и которых я немножко буду касаться. Два слова про текущую стадию, в которой мы находимся, чтобы вы понимали, от чего стартует приоритетный проект. Ну, тоже очень, так сказать, точечно. Ну, во-первых, введение электронной медицинской карты. 35% ведут электронную медицинскую карту в Петербурге, 35% врачей ведут электронную медицинскую карту. Значит, медицинские системы внедрены в 98% поликлиник и в 95% стационаров, то есть почти везде. Врачи оснащены на 70% компьютерами, но ведут на 35%. Это как раз хороший потенциал для того, чтобы, вот как поручение губернатора выполнить, к концу года 75% достичь, да, вот нам есть на чем достигать. 75% мы не достигнем, но 70%, вот мы стремимся к цифре 70%. Вот для этого надо просто запустить всех тех врачей, которые готовы. Этот процесс идет хорошо. Система обмена данных лабораторными исследованиями. 60% результатов исследований передается в электронном виде. хороший результат и реально приносит серьезную пользу эта вот подсистема. Свободное записи на прямом к врачу тоже достаточно развито. Позже я скажу о некоторых показателях. Ну и вот еще бы отметил, что интеграция с ЕГИСом, региональной информационной системы территориального фонда ОМС, вполне успешна. Мы оцениваем так очень оптимистично, хотя по-разному это можно считать. Ну вот это очень оптимистичная оценка. 65% мы считаем интегрировано, хотя здесь есть еще что сделать и что в большей степени интегрировать, совместить, перейти на более оперативные способы взаимодействия. Новая интересная информационная поддержка скринингов, не буду подробнее на этом останавливаться, но мы близки к Финляндии. И финский опыт проведения скринингов мы использовали. У нас пилотный проект по скринингу «Рак молочной железы» делался. Очень интересные результаты, подробнее не можем говорить, но вот в кулуарах и завтра в обсуждении можем поподробнее рассказать об этом. Ну вот, собственно, текущая стадия у нас такая. Что же нам предстоит сделать в ближайшее время? Во-первых, первый шаг и первое направление работы – это организовать введение электронных медицинских карт в медорганизациях. Как я сказал, потенциал для этого есть, инфраструктурный. У нас все учреждения подключены в ЕМТС, сеть закрытую, защищенную. Ну и 88% площадок подключены в интернет. То есть, в общем-то, здесь уже желать особенно даже нечего. Но мы за ближайшие два года закроем подключение всех площадок совместно с Комитетом информатизации и связи. 13-6 тысяч врачей работают в МИС. Эта цифра должна увеличиться. 6,9 тысяч врачей ведет ЕМК, мы должны дойти до 16 тысяч. Это 80% врачей, которые оказывают медскую помощь. 29 медорганизаций, 100% ЕМК сейчас в Петербурге ведет. И 106 организаций должны быть к 2018 году. Лабораторные исследования 60-80 должны быть. Инструментальные исследования у нас плохо сейчас передаются, в маленьком объеме. 25% постараемся достичь в следующем году. Эпикризы передавать. Ну и вот второе по этому направлению – организовать передачу сведений в интегрированную электронную карту. И третье – предоставить доступ врачам и участковым врачам к интегрированной медицинской карте. Очень важен доступ к выписным эпикризам, которого сейчас нет, но технически все для этого готово. Здесь остались, наверное, организационные в основном вопросы. И доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента. А, ну это не пациента доступ, а врача все-таки, но к интегрированной карте пациента. Тоже те же 16 тысяч врачей, которые у нас должны ввести электронные медкарты в медорганизациях. Дальше я хотел бы остановиться на некоторых процессах информационного взаимодействия, обмена между медорганизациями с использованием интеграционной шины и интегрированной электронной карты, которые у нас в городе уже работают, для иллюстрации. А и на одном процессе, который еще не работает. Ну, очень интересно и, наверное, для всех вас важен. Мы осуществляем оперативный обмен информацией между скорой медицинской помощью и стационаром. Станция скорой помощи городская, свородительный лист передает стационар. И, соответственно, стационар получает талон к свородительному листу, титулный лист медицинской карты. И станция скорой помощи может анализировать правильность постановки диагноза своими врачами в соответствии диагнозу к приемам покоя, поставленному после уже доставки скорой помощи. Так, что там? Ага, не очень хорошо перемещается. Во-вторых, электронные направления и электронные очереди. Поликлиники выписывают направление на госпитализацию, консультации, исследования, оно попадает в интегрированную электронную карту. Стационары назначают даты госпитализации и снимают в дальнейшем с очереди, потому что именно из направления формируются единые городские очереди. В частности, сейчас это делается по лечению катаракты. Мы более четко начали представлять необходимый объем, реальное количество людей, которые стоят в очереди на катаракту. В городе делается 25 тысяч операций по лечению катаракты в год. И потребность эта, ну вот она нам известна сейчас в диапазоне, где-то от 22 тысяч до 30 с небольшим тысяч вот в этом диапазоне. И это еще надо уточнять, это не такой простой вопрос. И мы взаимодействуем, может быть, вам будет интересно, с системой информационного совреждения застрахованных лиц территориального фонда. Мы интегрировались и уведомляем об этих событиях эту систему. Ну и участковый врач получает уведомление о госпитализации и выписке. Я бы тогда, правда, сказал бы, может получать в данный момент, как вы видели, а еще не получает. Это на предыдущем слайде было написано, что это наша перспективная задача. Передача медицинских изображений. Второе мнение. Во-первых, у нас маммографический скрининг. По нему происходит повторное чтение и выдача заключения в экспертном центре, который находится в горном кондиспансере, по скринингу маммографическому. И также мы только запускаем сейчас консультации первичных сосудистых центров в региональном сосудистом центре по КТ-исследованию про ОКС. Необходимо ли перемещать в региональный сосудистый центр пациента для стентирования оперативного и так далее. Вот такой обмен изображениями уже идет. Пациента для этого не надо возить. Или как до этого делалось, фотографировать КТ-снимок мобильным телефоном и высылать, так сказать, вот таким незащищенным способом. Да? Да, да. Центральный архив медицинских изображений. Там хранятся все снимки. Значит, получение врачом поликлиники стационарного пикриза. Ну, вот здесь нам технически все это есть, существует. Некоторые стационары передают стационарный пикрис, но нам надо здесь достичь большего объема передачи этой информации стационарами. Это задача, собственно, 2017 года. Ну и участковый врач очень важно, если будет получать пикрис, и в том числе может это делать или в медицинской системе, интегрированной с городской системой МК, или он может получать это с портала врача из любого места, где даже эта система ему недоступна, не только из своего учреждения. Ну и вот это то, что я вам обещал. Электронный листок недоспособности. Это как раз здесь все пунтирчиком. Это только свежая тема, которая в связи с принятием нового закона возникает. Ну, здесь все понятно, наверное. Если есть необходимость, мы можем как-то обменяться мнениями и завтра на круглом столе. Ну вот мы должны обеспечить регистрацию из медорганизаций электронной листок недоспособности в информационной системе федерального фонда, фонда социального страхования. И мы, как вы видите, это будем делать через интегрированную электронную медицинскую карту, чтобы иметь все сведения по нетрудоспособности населения. Это нам необходимо тоже для экономических анализов о потерях экономического потенциала города из-за заболеваний населения. Ну и как вы видите, здесь везде электронные подписи, вот такой замочек. И удостоверяющий центр. Это то, что мы имеем удостоверяющий центр при комитете по информатизации связи уже. Но, возможно, мы сейчас рассматриваем, будет создан и удостоверяющий центр при МИАЦе, который будет безвозмездно выдавать электронные подписи, потому что это 30 тысяч подписей. Нам придется это делать в год, обновлять или выдавать заново. И, конечно, так как с МИАЦем больше всего контактируют врачи, удобнее всего это сделать на базе МИАЦ. Контроль сроков диагностики при подозрении на ЗНО. Вы знаете, сейчас очень большое внимание уделяется маршрутизации онкопациентов срокам диагностики и лечения онкобольных. Вот ВКСы, вы, наверное, участвовали, проходили по этому поводу. Ну вот у нас есть такая система, которая позволяет контролировать сроки диагностики. 20 тысяч пациентов в этом году мы контролируем сроки диагностики ЗНО в рамках ИМК в подсистеме городского регистра к адмортизации и популяционном раковом регистре. Ну вот подробнее здесь, наверное, не буду останавливаться на этом. Но вот здесь некоторый информационный обмен, который позволяет нам впервые видеть эти сроки. Мы впервые год назад узнали, сколько все-таки диагностика занимает при онкозаболевании. Ну и будем здесь, так как мы знаем, сколько, да, то можем эту ситуацию управлять. Можем эти сроки управлять, улучшать их. Обмен данным лабораторных исследований. Ну вот это, прямо скажем, это наша фишка. Вот это наша... Мы говорим, что это первый этап реального создания интегрированной электронной карты в Петербурге. Вот, потому что это действительно процесс массовый. Мы имеем 60% исследований уже в нашем центральном архиве данных лабораторных исследований в рамках нашей ИМК. Вот. Врач в поликлинике выбирает услуги для назначения лабораторного исследования. Другой врач может даже дополнить до того, как биоматериал ушел из поликлиники. Это уже приводит к существенному сокращению количества лабораторных исследований, пока что в отдельно взятых поликлиниках. Ну и потенциально этот архив, подключение сюда страховых компаний может реально уменьшить объем лабораторных исследований, сохранить, сэкономить миллиарды рублей, которые тратятся на лабораторные исследования. Показатели вот обмена данными в месяц мы 463 тысячи тестов передаем через интеграционную шину нашу и предоставляем в рамках федерального проекта пилотного в Минздрав этот объем тестов. Весь обмен лабораторным исследований идет, и в том числе в федеральном проекте, идет на базе технологий, разработанных в Петербурге. На наших протоколах обмена, которые основаны на FIRE в международном стандарте, на нашем справочнике LATEUS, который основан на международном справочнике LOING. И вот 60% я уже говорил, 20% оценка сокращения необоснованных назначений в тех поликлиниках, которые реально это используют, и у нас есть такие конкретные примеры. 4,5 тысячи записей, тестов в едином справочнике. Ну и вот важный процесс сегодня будет после меня, доклад, лабораторной службы HELIX. Мы начали подключение коммерческих организаций, они заинтересованы в подключении к нашей системе. Вы знаете, что создан федеральный справочник лабораторных исследований, мы тоже участвовали активно, МИАС Петербурга участвовал в активном его создании. Здесь приведены некоторые характеристики, показатели. Конечно, федеральный справочник содержит намного, как вы видите, больше тестов, но справочник ЛАТЭУ содержит именно те тесты, которые практически реально применяются, и ничего больше. То, что реально не применяется, у нас реально не применяется ни в Петербурге, ни в пилотных регионах, которые участвуют в федеральном проекте. Вот вы можете знать, ну это правда сравнение на начало года, когда у нас было совещание в Минздраве, сейчас в ЛАТЭУСе уже 4250 тестов, ну и 1600 услуг, так что это пополнение идет постоянно. Тоже особенностью является расширенный код услуг, связь тестов и услуг нашего справочника особенностью. Ну и я скажу такие, не знаю, может быть, крамольные цифры, но тем не менее. Вы видите, что в федеральном справочнике все больше ЛАТЭУСа, да? На самом деле федеральный справочник не содержит 65% тестов ЛАТЭУСа. 65% тестов, которые в ЛАТЭУСе практически применяются, они отсутствуют в федеральном справочнике. Мы синхронизировали эти справочники где-то на март месяц и выявили такие вопросы. И сейчас над этим идет работа, синхронизация этих справочников, двух она осуществляется. И в конце концов ЛАТЭУС уже имеет коды в СЛИ везде. Они, в принципе, полностью совместимы и можно применять любой из этих справочников в своей практической работе по обмену данными. Ну и теперь я хотел бы остановиться на ряде вопросов по непосредственно сервисам для пациентов в состоянии у нас в Петербурге с сервисами. Единая система записи к врачу у нас с 2010 года функционирует, развивается. И вот показатели, которые достигнуты, это вот я только на отделях остановлюсь. 78% в среднем по этому году, 78% дистанционная запись к врачу. Ну а вот Тварь Михайлович сказал, что последние месяцы это уже начинает превышать 80%. Дистанционная это значит по телефону или интернет. Отмена записи, тоже интересная цифра. Через колл-центр отменяют 5% населения, а через интернет 10%. Гораздо удобнее населению это делать через интернет, не дозвониться в колл-центр. Хотя объем дозвона в колл-центр достаточно высокий, хороший. Ну и активно идет переход на авторизацию через госуслуги. В 3,4 раза выросла в этом году авторизация через госуслуги на портале записи к врачу. Интегральный рост системы записи на прием к врачу 15% в год. При этом рост интернета в этом году 32%, в прошлом году это было 40%. Сейчас рост немножко замедляется, потому что происходит насыщение. Мы выходим на вот это насыщение, мы видим по цифрам. Ну и вы видите, как растет все. Верхняя такая область это рабочее место врача. Через рабочее место врача все больше записывается население. И рабочее место врача забирает тех, кто записывался в поликлинике. Вы видите, что вот зелененькое. Запись поликлиники падает, на рабочем месте врача увеличивается. Удовлетворенность от этого, конечно, население только растет. Ну и вот интернет, вы видите, как растет интернет. Электронный полис ОМС. Я с удивлением обнаружил, читал тут лекцию территориальным фондом и с удивлением обнаружил, никто не знает про пилот по электронному полису в Петербурге. А кто-то знает из вас? Нет? Это действительно правда. Ну в смысле, что никто не знает. В Петербурге запущен электронный полис. Житель города может получить полис, не ходя в страховую компанию. На портале госуслуг можно заполнить заявление, получить номер полиса, прийти в любую из 70 медицинских организаций, на которые сейчас распространяются электронный полис, и не предъявляя полис, а только паспорт, прекрасно получить медицинскую помощь. Это количество организаций постоянно расширяется, реально процесс работает. В федеральный фонд, в регистр этот человек попадает, в общем, все вживую, все существует. Это год уже существует, поэтому мы настолько привыкли, что даже не говорим никому об этом, а оказывается, это такая кардинальнейшая новость, такая близко к революционной. В кулуарах давайте обсудим. Это существует только для Петербурга, вы же понимаете, там наш уникальный регистр, у нас застрахованных и так далее, тут инфраструктура вся работает, вся идентификация именно информационной системы территориального фонда наша работает. Вот, ну и когда, вы знаете, когда, ну ладно, отступать уже не будем, мы попробуем побыстрее. Так, и масса справочных сервисов работает, масса, масса, вот видно, что их много, но не так много, как могло бы быть на самом деле, да. И, конечно, мы, когда мы делали проект электронного здравоохранения, планировали, вот, так сказать, все эти результаты, показатели и так далее, и так далее, мы сформулировали свое видение до 2020 года по развитию сервисов. Вы видите, личный кабинет, вот достаточно много, вы их даже не видите детально, но сервисов много. И, конечно, когда мы это все увидели, системно посмотрели на это, конечно, мы пришли к выводу, что нужен региональный контакт-центр по вопросам электронного здравоохранения, хотя такие вещи вроде бы и есть, но с точки зрения использования электронной медицинской карты, это очень важный вопрос. Контакт-центр для населения, как только мы предоставляем населению результаты лабораторных исследований, а мы это планируем сделать с августа месяцев в личном кабинете запустить, он сейчас в БЭТе у нас, и вот с августа он выходит в продакшн-портал, и население будет смотреть, мы по ИСИ, вы видите, авторизуется все больше, сможет смотреть свои лабораторные тесты, и в том числе медицинские записи. Мы предполагаем, что, конечно, будут вопросы. Такой контакт-центр эти вопросы должен решать, система обратной связи тоже. Ну вот, на самом деле, мы вот из этого всего планировали, мы увидели очень интересные вещи. Смотрите, немножко к истории обратимся. В 92-м году был создан МИАЦ Санкт-Петербурга. Такие интересные слова в приказе о создании МИАЦ были написаны. Я рекомендую посмотреть на сайте МИАЦ, как был написан приказ о создании МИАЦ на базе Бюро Местатистики. Слова там были очень такие. В условиях реформы здравоохранения, поддержки информационно-аналитической, управления здравоохранением, такие прямо душу греют, и слова, которые и сегодня актуальны. Но тогда, в тот момент, в 92-м году, на какое максимальное количество пользователей информационных систем можно было рассчитывать? 500. 500 человек. МИАЦ работал примерно с 500 специалистами, удовлетворял их информационные потребности. Потом шло время, вот эти пунктирчики. 2010 год. У нас запустилась запись на прием к врачу. Мы не осознали, что это такое. Вот Валерий Михайлович лично занимался запуском этой записи, всеми этими колл-центрами и так далее. Но на самом деле это было что-то новое. И только сейчас мы можем видеть, что же это новое. Тогда возникло 500 тысяч пользователей. Систем здравоохранения 500. Это уже мы вышли на население, начали выходить. Сейчас с персифицированными сервисами для жителей мы выходим на все население Петербурга. Это 5 миллионов пользователей. Ну вы понимаете, что такие количественные изменения, это не просто так. Это, конечно, приводит к качественным изменениям. И мы говорим, что вот за это время произошла смена парадигмы взаимодействия жителей со здравоохранением. Это реально произошло. Значит, и сейчас мы еще это покажем. Вот новая парадигма, новая цель. В общем, все вокруг населения и сервисов. Мы понимаем, что то, что сейчас существует у нас, это никаким образом не взгляд со стороны населения, со стороны потребностей населения на эту проблему. Это полное безобразие. Это столько много всего. Такой хаос возможностей и такого большого количества возможностей, что с этим надо что-то делать. И на это надо смотреть по-другому. И мы поняли, что неправильно. Мы просто не поняли, что парадигма сменилась. А сейчас мы это начали осознавать. И вот в 2015 году, когда мы говорили об этом, ну даже немножко раньше, но вот достоверно, можно сказать, в 2015 году, я привел тут цитату интересную. Значит, концепция прочитаю, чтобы все слышали. Концепция интересная, ну вообще все, о чем я говорил, наверное, это к этому можно отнести. Концепция интересная, хорошо оформлена. Но для того, чтобы идея начала работать, она должна содержать здравый смысл. Кто это сказал? Это сказала профессура Ель университета. Ну это же серьезная организация, мы уважаемая, да? В ответ на предложение Фреда Смита об организации сервиса гарантированной доставки. Это тот самый Федерал Экспресс, который мы сейчас знаем. Кто-то хочет сказать, что не уверен в том, что эти сервисы нужны. Они уже распространились. Давайте не будем глупцами, давайте не будем так вот повторять за елем, да? И давайте поймем, что многие вещи, которые нам непривычны, они на самом деле через несколько, некоторое время просто по-другому будут смотреться. Не попадите в неприятную ситуацию, я вам рекомендую. В 2016 году мы сказали, на сайте это опубликовано цитата. Наша задача давать адекватную... А я не буду читать, это на сайте можете прочитать. В общем, здесь вот подчеркнуто, что... А мы тогда сказали, что надо двигаться в сторону расширения сервисов для населения, электронные сервисы развивать, двигать вперед. Ну и что же дальше от 2016 года? Дальше. Ну а дальше вот наступил 2017 год. И мы осознали, и с этим согласились все. И даже когда было заседание правительства Санкт-Петербурга по вопросу электронного здравоохранения, которое рассматривало, нам уже теперь вменено в обязанность создать Центр развития электронного здравоохранения, основной задачей которого действительно был новый взгляд на сервис электронный для населения, новое качество цифрового здравоохранения. В составе этого центра должны быть этот контакт для жителей города, ситуационный центр, Центр проектного управления и развития, учебный центр. Ну и вот справа вы видите иллюстрирующую картинку, которая говорит о том, что это уже не фантазии, а это действительно реальность. Справа, кто был в МИАЦе Петербурга, кто не был, может увидеть это здание. Справа посветлее здание на этой картинке, это здание, которое мы сейчас занимаем, а слева это здание, которое будет занимать Центр развития электронного здравоохранения. Оно сейчас пустует, точнее не пустует. Мы начали уже приспосабливать его под Центр развития электронного здравоохранения и к ноябрю месяцу мы его откроем. Так что наши вот эти планы материализовались уже в действительном материале.